Как уменьшить расход мобильного трафика на смартфоне или планшете – классическая проблема эры мобильного интернета, с переменным успехом решаемая из года в год, по мере развития технологии и появления новых сервисов. О том, как минимизировать расход трафика при использовании iPhone, мы расскажем в этом видео. А существует ли проблема перерасхода вообще? Для этого требуется точно знать, сколько байт утекло и прибыло за обозначенный период времени, привязанное к тарифному плану, как правило за месяц. Необходимые цифры можно найти по пути настройки, сотовая связь, в разделе сотовые данные поле от текущий период. Но есть одна загвоздка. iOS автоматически считает трафик и суммирует старые данные с новыми, показывая по умолчанию значения за весь период эксплуатации гаджета. Значит, придется обзавестись привычкой раз в месяц нажимать на кнопку «Сбросить статистику» в самом низу данного меню и начинать же с чистого листа. В качестве альтернативы можно использовать сторонний сервис, например, приложение DataWidget. Данное приложение подойдет для тех, кому нужен простой инструмент для контроля трафика, с наглядным виджетом и уведомлениями. Подробный обзор DataWidget читайте по ссылке в описании видео. Здесь же в разделе «Сотовые данные» доступна статистика использования мобильного трафика для каждого приложения, установленного на iPhone. Начиная с iOS 7, система обучена сообщать в деталях, какие конкретно приложения использовали при своей работе сотовую связь и указывая значение трафика в понятных единицах измерения, мегабайтах и гигабайтах. Вычислить самых затратных и при необходимости отключить можно проще простого. Метод, рекомендуемый в путешествиях или для пользователей с небольшим месячным лимитом мобильного трафика. Можно не разбираться с длинным списком приложений, поглощающих сотовый интернет, а одним тумблером по пути настройки «Сотовая связь» «Сотовые данные» выключить сотовую передачу в мобильный трафик полностью. Для беспокойства нет оснований. Без доступа к интернету вы наверняка не останетесь. Wi-Fi не отключается этим тумблером. Полезна опция, которая спроектирована с благой целью, но на практике не все так однозначно. Обновление данных в облаке при каждом удобном моменте не столько помогает сохранять файлы, сколько нагоняет трафик. Запретить системе использовать сотовую связь для работы с облачным хранилищем можно по пути настройки «Сотовая связь» и в самом низу перевести «Переключатель iCloud Drive» в положение «Выключено». Загрузка файлов из iTunes и App Store в сотовых сетях – еще один способ не самого обязательного расхода трафика. Для того, чтобы сэкономить еще несколько сотен мегабайт, необходимо зайти в настройки iTunes Store и App Store и передвинуть тумблер «Сотовые данные» в выключенное положение. То, на чем погорело немало соотечественников, отдыхающих за рубежом – скачанные клипы, модные хиты, новости из дома и прочие блага мобильного интернета – на курорте оборачиваются миллионными счетами. Проще всего взять и отменить, пройдя по пути настройки «Сотовая связь», «Параметры данных», а затем переключив соответствующий тумблер «Роуминг данных» в положение «Выключено». Многие пользователи любят сохранять веб-страницы сайтов для дальнейшего чтения ее офлайн, и не нужно ради этого загружать сторонние приложения. Вполне можно воспользоваться стандартным браузером Safari. Для этого откройте Safari и загрузите нужную веб-страницу. Перейдите в режим чтения, нажав на специальный значок слева от URL-адреса. На панели инструментов нажмите кнопку «Поделиться». В появившемся меню нажмите на опцию «Сохранить PDF в iBooks». После сохранения страница откроется в комфортном для чтения приложении iBooks. В современном мире генерируется чересчур много событий, даже если ограничиться теми, что имеют косвенное отношение к вам лично. Есть ли смысл получать мгновенные уведомления обо всем подряд? А ведь каждая из них состоит из многих байт, что были переданы по сети. Для того, чтобы отключить ненужные уведомления, необходимо зайти в настройки, уведомления и, выбрав нужное приложение, нажать на переключатель допуска уведомлений. По умолчанию iOS постоянно проверяет все прикрепленные адреса и скачивает в память смартфона новые письма. Даже если ничего стоящего там нет или нет вообще ни одного вкладки входящей, обмен данными все равно состоится. Мелочь, а трафик все же растет и растет. Необходимые переключатели находятся здесь. Настройки, пароли учетной записи, загрузка данных. Соответственно, отключаем пуш и выставляем для всех своих почтовых ящиков обновление вручную или, в крайнем случае, максимальное значение при выборке. Опция «Помощь Wi-Fi» отключает слабый сигнал Wi-Fi и использует сотовую сеть для загрузки контента. Иногда это может сыграть злую шутку. Например, в случае отключения Wi-Fi вы не заметите, что iPhone начал использовать дорогостоящий мобильный трафик. Чтобы отключить помощь Wi-Fi, откройте настройки «Сотовая связь» и прокрутите страницу до конца. Там будет размещен переключатель опции, который необходимо установить в положение «Выключено». Загрузка потоковой музыки, когда вы далеко от Wi-Fi, также может нанести существенный ущерб вашему мобильному трафику. У большинства сервисов, таких как Spotify и Apple Music, есть возможность ограничить загрузку музыки только по Wi-Fi. Для того, чтобы это сделать в Apple Music, перейдите в «Настройки», «Музыка», «Сотовые данные» и переключите тумблер в неактивное положение. Фоновое обновление приложений происходит бесконтрольно, а поэтому часто с заметным расходом трафика. Остановить процесс можно по пути «Настройки», «Основные», «Обновление контента». А далее выбрав один из подходящих вам критериев – полное отключение опции или же обновление приложений только по Wi-Fi.